У подростков по всему миру Многие подростки поддаются на уговоры попробовать алкоголь или наркотики, рано начинают половую жизнь, не задумываясь о возможных последствиях и рисках для здоровья. Взрослые читают нравоучения и рассказывают страшилки, чаще запрещают, чем объясняют. Личные темы и острые вопросы в школе почти не обсуждаются. Правда ли курить так вредно? Если да, то почему столько людей продолжает курить? Чем опасны наркотики? Что такое любовь? Чем она отличается от влюбленности? И можно ли найти свою вторую половину? За ответами подростки отправляются в интернет, но даже там зачастую не находят того, что ищут. Недостоверная информация распространяется быстрее достоверной. Чтобы помочь ребятам сориентироваться в огромном инфополе, избежать ненужных рисков и благополучно пройти через непростой этап взросления, Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании поддержал создание сайтов и сообществ в социальных сетях для подростков «Тюинслив» на русском и других языках стран региона, а также выпустил серию познавательных роликов о здоровье, взаимоотношениях и трудностях переходного возраста совместно с YouTube-каналом «Научпо». «Научпо» — это короткие видеоролики, нарисованные от руки. В основе каждого выпуска — важный вопрос, который освещается с научной точки зрения. Почему быть подростком так трудно? Как не зависеть от чужого мнения и принимать самостоятельные и взвешенные решения? Как противостоять троллям? И так далее. С помощью этих ресурсов мы хотели говорить с подростками по-дружески, на понятном им языке, вместо нравоучений — факты и примеры, плюсы и минусы, лайфхаки и полезные ссылки. Не стоит думать, что подросткам слишком рано знать о рисках, связанных с началом половой жизни или о никотиновой зависимости. В некоторых странах Восточной Европы и Центральной Азии в возрасте 13-15 лет курит каждый третий мальчик и каждая четвертая девочка. К 15 годам каждый пятый мальчик и каждая десятая девочка имеют опыт сексуальных отношений. Каждый день 520 человек инфицируется ВИЧ. И при этом только 25% молодых людей в возрасте 15-24 лет знают, как происходит заражение и как снизить риски передачи вируса. Каждый из роликов посмотрели до 2,5 миллионов раз. А всего спецпроект ИИТО ЮНЕСКО и студии Научпок собрал больше 9 миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев. Кроме того, ИИТО ЮНЕСКО помогает школам в странах Восточной Европы и Центральной Азии отвечать на запросы учеников. Часто учителям сложно говорить с учениками на деликатные темы, но избегать неудобных разговоров – не выход. Чтобы помочь учителям говорить на сложные темы, в 2017 году при поддержке со стороны объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу ЮНЕЙТС в рамках регионального проекта по профилактике ВИЧ ролики Научпок были переведены на национальные языки для использования на уроках ЗОЖ в Армении, Беларуси и Кыргызстане. Видео были адаптированы к условиям и особенностям каждой страны с учетом рекомендаций экспертов. Вот как это было. Мне кажется, что видео смотреть интереснее и лучше, потому что когда читаешь книги, там очень много таких умных слов, которые не очень-то понятны. Я думаю, что таких роликов, если бы было больше, то мы бы больше поняли бы, у нас были бы другие мнения к этому, как бы хорошие другие. Мы бы начали больше следить за собой. В 2014 году Министерство образования Кыргызстана утвердило обязательные классные часы по здоровому образу жизни для школьников с 6 по 11 классы. Такие классные часы проводятся по самым разным темам. Подростковый возраст, поговорим о любви, профилактика ВИЧ и ППП, планирование семьи, что такое счастье. Благодаря этому проекту в феврале месяце мы обучили 18 национальных тренеров. Были охвачены области, это Иссыкульская область, Нарынская область, а также Оржская область. В течение этого проекта мы обучили 183 заучи-организаторов, а также классных руководителей. Идея воплотилась в создании роликов, которые очень помогут нашим учителям в продвижении таких чувствительных тем, как сексуально-репродуктивное здоровье, профилактика насилия, контрацептивы. Потому что проводя уроки с учителями, они всегда считают, что это темы деликатные, чувствительные, они не могут о них открыто обсуждать с детьми. Эти ролики, они очень удачно вписались в наши уроки. Учитель, которая прошла обучение в наших семинарах, обучила всех коллег своих по этой тематике. Дети открыто отвечали на вопросы, достаточно чувствительные темы. Эти видеофильмы показывали учителям, показывали детям, ученикам старших классов и родителям. Они отметили следующее, что эти видеофильмы очень интересны. Если учитель говорит чисто какими-нибудь там определениями, терминами, то здесь эта информация объяснена так, что каждому ребенку понятно. Ко всем видеороликам, которые можно использовать именно в учебной программе, выпущено новое руководство. Видеоролики на учпук, то, что отмечают наши дети, на сегодня это, наверное, самый доступный, самый понятный для них, самый интересный материал, потому что это их современная жизнь, это их язык. Теперь кыргызские подростки могут почитать о взаимоотношениях и любви на сайте Teens.kg и в сообществах, созданных агентством Namba Media. А в театральном сквере в Бишкеке появился арт-объект Teens.kg, символизирующий трудности и радости взросления. Сегодня запускают сайт Teens.kg. Это хороший ресурс, чтобы начинать подготовку здорового, хорошего, будущего уже сегодня. Информация там более не такая уж, как и в научных статьях, да, для подростка это более удобно и понимать очень легко. И там актуальные темы, и сам сайт красочный получается. Вопросы подросткового здоровья, они актуальны, тем более в нашем нынешнем современном мире, где подросток встречается с проблемами, большими проблемами, чем встречались его родители. Что подростки и здоровы их здоровы, это здоровы будущих поколений. Подростковый возраст – это возраст, в течение которого и приобретаются очень многие полезные навыки. И в то же время очень легко ошибиться и свернуть в сторону. Почему? Абсолютно. Я не знаю, что это с большой длой, но не знаю. Я не знаю, что это невозможно. Я не знаю, что это может быть волненными, не знаю. Я не знаю, что это происходит в отношениях. Подростки не очень любят читать книжки, они хотят видеть, визуально воспринимают информацию, они хорошо воспринимают информацию на слух. Платформа TeensLife дает возможность задать вопрос, получить достоверную информацию, получить какой-то совет от специалиста, от врача или от психолога. Мне кажется, что именно в школах, именно в таком возрасте подростков, надо обсуждать эти темы, потому что тот человек, который проинформирован, будет страхован от этих заболеваний. Мы очень рады, как и видеоролики, как и интерактивная работа «Патасхан». Мы не хотим, чтобы мы не хотим, чтобы мы не хотим. Мы смотрели ролик на Учпокла, очень понравился ролик нам всем, потому что ролик очень короткий и ясный, и все очень понятно. И я думаю, это самая минимальная информация, которая требуется каждому из нас. Много лет занимаемся воспитательной и образовательной работой в области здорового образа жизни и профилактики вещеинфекции. И ролики, которые созданы Институтом ЮНЕСКО в области информационных технологий в образовании, безусловно, полезны современные инновационные продукты. Очень интересная подача информации для подростков. Мы не навязываем свою точку зрения, и при этом молодежь сама делает вывод из полученной информации. Тебе никто не говорит, что категорически нельзя чего-то делать или что-то надо делать. Просто рассказывает твои последствия или как это будет с науки. И, ну, все понятно и просто. Не то, что на уроках по учебнику. Это более доступно для детей. Мне кажется то, что эти ролики будут очень познавательны для детей более младших возрастов, например, 13-14 лет, когда им, допустим, родители не могут толково объяснить, им это для них достаточно неловкие ситуации. Я являюсь координатором Центра дружественного отношения к подросткам «Доверие города Минска». Программа такова, что мы с вами познакомимся, попьем чай, пообщаемся, посмотрим мультик, немножко поговорим и уйдем. Мультика является ключевым таким словом, потому что вроде бы как беседа познавательная, образовательная, но в то же время мультик. Этот проект мы осуществляем при поддержке региональной программы технической помощи UNAIDS для стран Восточной Европы и Центральной Азии. И чтобы подобные занятия, которые проводятся и в Армении, и в Белоруссии, и в Кыргызстане проходили еще более эффективно, более интересно, и чтобы ребятам они нравились, мы предложили использовать на уроках видеоролики. Еще один ресурс, который нам удалось создать в рамках этого проекта, это сайт для подростков, для молодых людей, а самым важным. Он называется Teams Live. Здесь ребята могут найти ответы на самые интересные и волнующие их вопросы. Ну а учителя могут использовать материалы сайта в качестве дополнительной информации к их урокам. И в Кыргызстане И в Кыргызстане